Массово парят и взрослые, и самое опасное – дети. Курить, парить – итог один. Рак, импотенция и другие заболевания, которыми могут наградить табачные изделия. По словам экспертов, в Алтайском крае дети уже в 9-10 лет пробуют жидкости и вейпы. У нас есть на территории города Барнаула медико-ребилитационный центр «Родник», который нацелен на оказание помощи несовершеннолетним. И за 2023 год прошло лечение у нас порядка 180 человек. Из-за вот этих 180, порядка 100 человек, имеющие сочетанный диагноз, то есть употребление никотинсодержащих продукций параллельно с употреблением других психоактивных веществ. И эту цифру можно смело умножать на 20-30, добавляют в наркологическом диспансере. Назревшую проблему решили обсудить в общественной палате края. В частности, как выполняется закон региона, который регулирует продажу, потребление табака и не только. По мнению экспертов, сегодня назрела необходимость внести поправки в документ. Закон, который сегодня существует, он был принят у нас в 2017 году. Время идет, меняются условия, меняются подходы к реализации данной продукции. Но в законе есть, на мой взгляд, если говорить, определенные не упущения, пробелы, которые нужно заполнить, исходя из времени, которое сегодня наступило. Например, повысить штрафные санкции за нарушения в продаже сигарет. Возможно, ограничить время работы вейкшопов и ужесточить требования к ним. Кстати, только в Барнауле насчитывается более 200 таких магазинов. Не так давно в одном из них были обнаружены нелегальные табачные изделия. И, конечно, предстоит ответить на вопрос, что все-таки содержится в жидкостях, в вейпах. Ведь зачастую состав не отражает реальность. И в этом плане у экспертов особая тревожность за детей. У кого же из детей больше всего возникает желание курить и пробовать вейп? Это те, кому чего-то не хватает в реальной повседневной жизни. Внимание, заботы, любви. И ремня, добавляют спикеры. Так что любые ужесточения в законе идут бок о бок с родительским контролем. Ну а все инициативы, озвученные в общественной палате, возможно, будут услышаны в краевом законодательном собрании. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.